Товарищ Донцов, первый директор на целине, приветствую вас. Здравствуйте. Гастанов, секретарь обкома. Очень приятно. Откуда? С Кубани. Целину поднимать приходилось. Да, опыт имею. Поэтому и мрачный? Именно поэтому. А что такое? Расскажите. Такое дело задумано, а тут вот почти одна детвора. И даже есть много таких, просто беда. Отчаянный. А с ним веселее жить. Даже с отчаянными. Привет, друзья. С вами снова Павел Чар. Прошел я, значит, Dragon Quest VIII. Придумал шутку про принца на белой кобыле. Намотал круги, традиционно прокачиваясь под радио. Для того, чтобы полностью обойти эту комнату, нужно полтора минуты, то есть 90 секунд. Насладился местными, ммм, красотами. И, конечно же, познал, что такое Пуф-Пуф. И Рэд Камш. Пуф. Пуф. Но не Пуф-Пуфом Единым жив Dragon Quest. Единственной номерной игрой серии, которую я не прошел, оставалась 11-я часть. Пришлось мне поиграть на японском языке версию 3DS, обделенную английским переводом. Наверное, важнейший вопрос, как же поиграть в японскую версию и почему в нее играл я? В моем случае все просто. Слабый компьютер и отсутствие PlayStation 4. Открою секрет, YouTube тянет любую игру. И более того, ее можно оттуда скачать в формате прохождения. Просто смотреть и не играть скучно. Поэтому я параллельно проходил на 3DS. Конечно, я сверялся с текстом версии PlayStation 4. Заодно запихнул весь сюжетный текст на сайт GameFacts и добавил поясняющие скриншоты. Это мой небольшой подарок. Английский текст теперь в удобном формате, который можете перевести в Гугле или Яндексе. Теперь у нас есть текст и проблема перевода игры решена. Вопрос снят. Переводчики проделали отличную работу. Все еще не решайтесь. Знаете, для меня в детстве не было разницы между английским или японским в играх. В равной мере не понимал. Работала фантазия. Эта игра даже на японском. Интуитивно понятна. Для исследования пещеры в сражениях язык нужен минимально. В меню и магазинах помогут картинки предметов, а также автоматическая экипировка лучшего снаряжения. В боях можно настроить автоматическое управление. Завязка такая. Главный герой с подругой детства совершает восхождение на скалу, чтобы пройти ритуал совершеннолетия. Наверху случается непредвиденное и отметина на руке начинает светиться, спасая его и спутницу. Мать, узнав о случившемся, передает слова покойного дедушки и говорит, что вы светило. Перевоплощение древнего героя, спасшего однажды мир от разрушения. Нужно отправляться в город к королю, который ждет появления избранного. Все деревни вас собирают в дорогу, дают лучшего скакуна, и приключение начинается. Но свет не может существовать без тени. На каждое светило найдется свой властелин тьмы. Такой сюжет оригинальностью не блещет. И основная цель заранее известна. Для тех, кто опасается спойлеров, Вот спойлер, в конце главный злодей умрет. Неожиданно, правда? Если серьезно, постараюсь не сболкнуть лишнего. Но он все равно умрет. Настороженно относитесь к тем, кто говорит, что игра растянется на 100 часов. От части к части Dragon Quest становится все легче и легче. Это не стало исключением, и при стандартных настройках она простая. Насколько я понял, в версии для 3DS нет сложного режима. Сразу после титров встал вопрос, как записать футажи. Благо, за последний год эмулятор цитра набрал обороты. Перекинув туда сохранение с портативки, я записал все нужное. Мой компьютер уже слабоват, поэтому я поставил ограничение кадров, а затем ускорил все при монтаже. Теперь можно и героя отдать на откуп искусственному интеллекту. Скажете, неправославно с автобоем играть? Эй, я игру все же на японском прошел, а в блокнот атаки выписывать не хотел. Опасался призвать демонов ошибочно записанными иероглифами. Проблемой для многих стал миди-саундтрек, а не оркестровая запись, как в восьмой части. Но здесь не стоит забывать, что восьмая часть была исключением, а в других играх серии музыка тоже синтезированная. Бессменный композитор серии Сугияма – это японский Печкин. Почтальон Печкин принес, но не отдавал посылку. Сугияма написал, но продает отдельно оркестровую музыку. Фанаты исправили это на старших платформах и выпустили патч, возвращающий в игру оркестровые аранжировки. В принципе, меня качество звучания миди тоже устраивает. Загвоздка в другом. Большая часть музыки перекочевала из предыдущих игр. Очевидно, что старые треки все еще хороши, и новичкам в серии еще не приелись. Но знаете ли, надоедает слушать одно и то же в каждой игре. Многие не согласятся со мной на эту тему. Но я не был слишком впечатлен своим треком. Очевидно ведь, что можно было сделать различия по этническим темам в городах. Напрашивается испанская гитара в некоторые прибрежные города или арабские мотивы в пустыню. Музыкальное восприятие – вещь действительно субъективная. Некоторые липовые эксперты в обзорах серьезным лицом жалуются, что нет японской озвучки. Но так ее в природе не было. И в восьмой части ситуация такая же. Другой вопрос, что эмоциональные сцены страдают от отсутствия голосов. Персонажи открывают рты, но звук не издают. Еще хуже, когда поют. Но это вопрос восприятия. Раньше так и было. Просто сейчас такой архаизм хуже воспринимается. К слову, на Nintendo Switch озвучка все же появилась. И японцы теперь могут не читать по ролям, а слушать актеров. На поверхности знакомые типажи, как в песне. И здесь стоит сразу сделать различие между дизайном и проработкой характера. Дизайн, внешнее воплощение спутников отличный. Способности персонажей, их движения, одежда. Все красиво и органично и создает четкие образы. Игрок сразу начинает ждать определенного поведения, строит свои догадки. Но не все спутники хорошо прописаны. Да, сделана добротная, но малопримечательная работа с характерами героев. Однопартийцы вплетены в общую историю и имеют в ней свою роль. В типичной для JRPG манере, вы узнаете о личных мотивах этих персонажей медленно, но верно. А иногда и более мелкие детали проскользнут в дополнительных разговорах. Персонажи хороши, хотя и шаблонны. Поймите, я не ругаю их, но в них ничего уникального нет. Все цели спутников укладываются в одно предложение. Многогранности здесь не дождешься. Жаль, личные истории могли быть проникновенней, разветвленней. У них был потенциал стать отличной командой и надолго запомниться игрокам. Но разработчики не пытались дать им слишком много индивидуальности. Строго отмеренную порцию дали и хватит. А вот герою о грехе прощать нельзя. Знаете, есть такая группа особых, молчаливых героев, как Линк из Зельды. Все герои серии молчат. Но герой Dragon Quest XI совершенно ничем не примечательен. Канонически для игрока герой молчалив. Но спутники в игре его слышат и понимают. Отвечают ему. Герой лишен личности. Предполагается, что игрок будет ассоциировать себя с ним. Но как можно ассоциировать себя с ничем? Это не идет на пользу сюжета и выбивает напряженные моменты. Даже геройствует он как-то по инерции. Выбираем ложные ответы, да или нет. Иногда киваем и изредка выдаем подобие улыбки. Встречаем злодея и видим от всех шквал эмоций. А герой только брови хмурит. В других играх серии это смотрелось нормально. Но в этой почему-то раздражает. Лучше слишком сильно не анализировать, а насладиться путешествием. В серии Dragon Quest важны именно путешествия, а не место назначения. Интересны события, которые случатся в пути. И люди, которые встретятся. Важны повороты сюжета. Да, будут предательства, падшие королевства и личные истории ваших спутников. Порой встречаются квесты с юмарком. Вспоминаю этого дедушку. Мсье знает толк. Он пожаловался, что уже стар, одной ногой в могиле. И есть у него заветная мечта. Увидеть девушку в откровенном кроличьем наряде. Старшим надо помогать, решил я. Пришлось в казино раздобыть рецепт платья, создать его и нацепить на спутницу. Очень понравилось, что определенное снаряжение меняет облик персонажей. Часто в лучшую сторону. ЖРПГ обычно скупы в этом отношении. И герои там всю игру ходят в одном и том же. Костюмы здесь хорошо проработаны. Правда их маловато. По 3-4 на каждого. Помимо квестов, для развлечения игрока есть несколько мини-игр. Сохранилось казино, присутствующее почти во всех играх серии. И которое я недолюбливаю. Добавлены скачки на лошадях. Можно пустить лошадь в голубь кнопкой Y. И он продолжится, пока лошадка не устанет. Или подхватить семя скорости, которая сохранит скокуну силы. Шкала усталости не опустится. В целом, квесты и просто болтовня в городах помогают сбалансировать довольно простой главный сюжет. Боевая система осталась пошаговая, сохранив дух 80-х. Если ударить монстра перед битвой, на первом ходу сражения он получит небольшой урон. Dragon Quest XI дает каждому персонажу уникальную панель навыков, сохраняя их в определенных ролях на протяжении всей игры. На сей раз реализовано дерево навыков. Этакие соты. Каждый персонаж имеет два варианта оружия. И уникальные черты, присущие какому-то стандартному классу. Воинам, магам, лекарям и так далее. Для игроков есть поблажка. Можно перераспределять навыки персонажей во второй половине игры за небольшую плату. Еще одним приятным элементом прокачки в Dragon Quest XI является то, что персонажи получают новые заклинания автоматически. Умения разделены на три категории. Атаки, навыки и заклинания. Возможность сохранить очки умений, а не тратиться на открытие заклинаний, очень полезна. Хотя я открывал все наобум, ориентируясь на значки на панельках. Может и ошибаюсь. Тем, кому хочется случайных сражений, тоже угодили. Они сохранились в классической версии с двухмерным видом. В боях участвуют четверо. А что с остальными? Не переживайте, они тоже получат опыт от сражений. В итоге вся группа будет развита равномерно и одинаково. Вы, враги, по очереди мутузите друг друга физическими атаками или магией. Хотя, честно говоря, враги особой угрозы не представляют. Искоренен так называемый гринд или прокачка. Опыт и золото начисляются после каждой победы в большем количестве, чем в предыдущих играх. Или, быть может, в магазинах все подешевело. Вы можете избежать сражений или наоборот охотиться. Всех врагов видно, никаких случайных встреч. Они остались только в море, что логично, ведь монстры скрыты в пучине морской. В конечном счете я просто сражался с каждым новым врагом, чтобы посмотреть на него в деле, и бежал дальше. Да так игру и прошел. Другие упрощения помогут перенести новичкам все тяготы путешествия. В предыдущих частях можно было сделать основное сохранение только в церквях, или временное в пещерах. Временное удалялось после загрузки. В одиннадцатой части по всей игре есть статуи богини, возле которых можно разбить лагерь. Они находятся в самых удаленных уголках мира, есть даже в темницах и подземельях. Возле статуи обычно останавливаются все путешественники. Поэтому там иногда встречаются бродячие торговцы. Сделав привалы, расположившись у костра, можно бесплатно отдохнуть и установить здоровье, а также сохранить игру и поговорить со спутниками о насущных проблемах, узнать их догадки и мысли про путешествия. Чтобы не терять времени даром, тут же можно создать предметы в новой системе крафта. Я обычно не люблю подобные системы в играх, но тут все просто. Есть рецепт, есть подобранные вещи. Закидываем это в волшебную наковальню, выбираем из списка и проходим мини-игру, выстукивая молотом по наковальне. Задача заполнить шкалу до оптимального уровня. Получится правильно, будет вещь с бонусными параметрами. Не получится, вещь все равно создадите, но без бонусов, обычно, как в магазинах. Экономим деньги и получаем стимул к поискам. Книги рецептов разбросаны по всем уголкам мира. Обычно есть в книжных шкафах или сундуках, а также достаются как награда за выполнение квестов. Материалы могут быть куплены, украдены у монстров, выбиты с врагов и просто найдены в блестящих точках сбора повсюду. За пределами городов часто можно найти лошадей, заботливо оставленных кем-то, чтобы сделать наше путешествие между городами и деревнями быстрее. Неплохим дополнением служат и ездовые монстры, которых можно отнять у врагов. На самом деле они больше для красоты и галочки, но помогут забраться в труднодоступные места за сундуками или преодолеть пропасти. Каждый такой монстр открывает новую область для изучения. Пчелы могут летать над болотами и подниматься к верхушкам деревьев. Громилы могут разбивать стены и проходить по раскаленным камням без повреждений. Механические монстры запрыгивают на высокие уступы, а такие вот скелеты умеют карабкаться по стенам. В игре уйма разнообразных монстров. Конечно, как это обычно бывает, многие дублируются, просто перекрашенные в другой цвет. Но и уникальных хватает. Всегда приятно найти какой-то удаленный, неизведанный уголок мира и столкнуться с монстрами, из которых можно выбить редкие вещички. Для некоторых собирательство и перфекционизм помогут продолжать исследовать мир в поисках уникальных вещей. Интересно разбить каждый горшок, проверить каждый угол, открыть каждый сундук и спуститься в каждый колодец. Исследование в этой игре хорошо поставлено. Тут и болота, и леса, и пустыни, и снежные горы. В каждой области обитают свои монстры, которые вписываются в среду. Игра поддерживает приятный темп. Всегда интересно, куда мы направимся дальше и что там будет. Графика великолепна во всех отношениях. Персонажи, заклинания и атаки, пещеры и города, погода и смена времени суток. Хорошая дальность прорисовки, почти не видно, как что-то подгружается. А то, знаете, в иных играх бывает бежишь по углу, а оказывается это лес. Просто деревья не прогрузились и вырастают на лету перед вами. Ну что там у нас? Злодейский злодей ждет геройского героя в своем темном замке среди густых и мрачных облаков и молний. Снова стандартное клише. Все, что делают злодеи в Дрэгон Квестах, это злодейство. Почему? А потому что они злые. Почему злые? Так надо. Традиция у темных хвостелинов такая. Ага. А еще может авитаминоз? Чего желаю, я сам не знаю. Разлагаться не хочу. Вы только посмотрите, какой у злодеев болезный вид и нездоровая кожа. Ну не растут ананасы в черных цитаделях, поливай не поливай. Тут поневоле начнешь литься. Спасаясь от цинги, приходится мир захватывать. Появилась также система ПЭП, похожая на транс из Final Fantasy 9. Когда персонажи часто бьют, вокруг него появляется синяя аура. Два или три таких берсерка могут совершить совместные атаки. Враги тоже умеют совершать такие атаки. Это классная система, но многие квесты требуют выполнить определенную атаку, что довольно скучно. Я считаю эту игру лучшей JRPG на 3DS. Игра достаточно захватывающая. Не революционно новая, но грамотно использующая проверенную временем формулу. Однако не думайте, что она попытается ностальгии прикрыть огрехи и посредственности. Когда поиграете, поймете, сколько любви и внимания разработчики вложили в нее. Игра проста для новичков, которые не имеют опыта в жанре. Я рекомендую ее вообще всем, кто хочет побывать в красивом сказочном мире. Вы здорово поможете мне, если оставите комментарий под видео на YouTube и поделитесь видео с друзьями. Также можете оказать финансовую поддержку. Только от вашей активности зависит, как скоро я выпущу новый ролик. Ведь именно ваши отзывы вдохновляют. Заглядывайте в мою группу. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok